Каждый актер мечтает сняться в сказке, безусловно, потому что сказочные персонажи дают необыкновенную свободу, так сказать, творчество, свои фантазии раскрыть. И так мне повезло, я познакомился с Павлом Петровичем, так близко познакомился, конечно, как артиста, я его знал давно. В 1967 году мы снимали на Одесской киностудии двухсерийный телевизионный фильм «Продавец воздуха». У нас там было немного актеров, но мы как-то вечерами уже после съемки собирались вместе. Обязательно он очень любил петь, музыку любил очень. Обязательно заканчивалась эта застольная песня. И как-то я перед ним исполнил, я так немножко играю на гитаре, исполнил очень страстную песню, выложился, так сказать. И он сразу сказал тогда, я еще этого не знал и нам никому не говорил. Говорит, все, ты у меня будешь играть в «Снегурчике Леля». Он играл Леля еще будучи 17-летним пареньком в театре в Петербурге, в театральной постановке Островского. И естественно, что по возрасту он Леля уже теперь не мог. И вот он нашел во мне какие-то черты характера, вот той страсти, которая ему необходима в Леле. Павел Петрович был удивительно тонкий и лиричный человек. Он любил жизнь, он любил необыкновенно природу, он любил людей, его любили. Вокруг него всегда были компании каких-то очень интересных людей, творческих людей. Это не важно, какое они место занимали, были ли они актеры, писатели или что, или просто осветитель. Как он рассказывал, показывал. Это было огромное удовольствие общаться с ним. И вот это вот счастье общения в течение где-то полугода у меня было. И надолго остались наши дружеские взаимоотношения между нами, значит, между Павлом Петровичем и мной. И потом я просто специально в Петербург приезжал к нему. Мы ехали на Ладогу, ехали на Чудское озеро, ехали в какие-то леса дремучие, в Карелию. И там была охота, но больше это было человеческое общение. И, конечно, вот вечерние посиделки, они очень многое значили в жизни, в общем, тогда довольно молодых еще людей. Мне было, когда я с ним начал работать, это 26 и 27 лет. Я как губка впитывал все то, чем он мог поделиться с нами, молодыми людьми. И я очень много узнал о разных людях. Причем это в лицах, это было разыграно, ну, потрясающе. Он не боялся быть старым, он не боялся быть седым и страшным. Вот, так что он все это мог, он все это умел. Тем не менее, он был очень такой импозантный, стройный. Ой, однажды случай был потрясающий. Я приехал в Питер, это был где-то январь месяц, и было страшно морозно, 32 градуса мороза было. Он говорит, ну что, пошли купаться. Я говорю, Павел Петрович, 32, я в дубленке мерзну. Пойдем. Там был, на Петропавловской крепости размещался клуб моржей. Он пришел туда, разделся, шапочку надел, как помню сейчас голубую шапочку, значит, в трусах и все. И тапочки, да, тапочки такие, в которых по льду можно было ходить, чтобы не наколоть ноги просто. Дошел до полыньи, значит, окунулся, поплавал там. Я мерз в это время, ветрено еще было. Он вышел, волосы на груди, значит, покрылись сосульками. Он шел туда, значит, весь красный, весь такой здоровый, ухал, ахал. Он получал огромное удовольствие. И пришли мы в зал, он взял гири, взял там гантели, тут же размялся, растерся махровым полотенцем, оделся, тепло, и мы пошли. Он играл на разных инструментах. Вот на гуслях, как Лель играет на гуслях, я играл на гуслях, потому что он меня научил. И я уже знал, как их взять, как положить руку, какие, так сказать, вот лады. И он меня научил, я играл уже, ну, конечно, не очень хорошо, но достойно. И в кадре это было видно, что человек знает, как обращаться с гуслями. Это вот таким деталем, очень нужным, необходимым. А было одно затруднение со мной. У меня все-таки, если быть снисходительным к моему голосу, у меня низкий баритон. А партия Леля Кладницкий, новая музыка, совершенно новая музыка, на основе старинных, старинных напевов русских, древних, значит, композитором Кладницким она была написана. Вот, и все песни Леля, а их четыре, по-моему, песни Леля в картине, они были написаны для теноровой партии. Что делать? Вот что делать? Посмотрели мы, вот для себя-то мы сняли пробу, да, где я спел одну из песен. Все, артикуляция совпадает, а вот постановка голоса никак. Потому что если баритон поет, он как-то так держит, да, а тенор так, да. Вот я никак так не мог. И вы знаете, мы однажды, вот собравшись и горюя о том, что же надо, и раздумывая над этим, что же сделать, чтобы совпадал голос Вергилиуса на рейке, замечательно он спел. Причем, будучи тогда народным СССР, известным в мире певцом, он не стыдился учиться. У него все-таки проскальзывал акцент, да, литовский. И он че, допустим, че, земляничка, ягодка. И у него это выпирало даже в пении. И вот я ему ставил че, русское че. И мы с ним, вот я присутствовал при всех записях. Потому что я говорил, что вот это у вас лирический тенор, а вы можете перейти вот хотя бы в этих песнях на драматический тенор. И с огромной страстью их исполнить. Потому что Лель страстный человек, он не пасторальный пастушок. Он, внутри его бушуют страсти, да. И он все это сделал, да. Мы вот переписывали, останавливались, снова начинали. Так как мы нашли выход? Значит, мы вот когда так же вечером пели однажды, ну, мы старались на разные голоса петь. Кто-то первым, кто-то вторым, кто-то третьим, а кто-то фальцетом. Ну, так уже не хватало фальцета. И вдруг запели фальцетом. Кто-то запел. Не помню, я ли кто-то. И оказалось, что вот это то же самое нужно. А что, если я эту песню спою фальцетом? И я запел. И мы быстро понеслись, значит, на следующий день в павильон и сняли маленькую пробу. Все совпало. Постановка голоса, вот речевой аппарат. Совпал с песней, изображение совпало. Весел ты я весел Всего днешний день Снимали мы в удивительном месте. Это приток Волги, река Мера. Там много небольших речушек, которые в Меру впадают. Сендига и другие. Такие названия красивые. И, конечно, ну сказочное место. Абсолютно сказочное. Вот в этом сказочном месте Был построен, ну, целый городок такой, ну, в том древнем понимании. Столица Бериндеева царства. Был построен. Мосты через речку были деревянные, возведены. Тротуары деревянные, сделанные из полубрёвен. Значит, по которым мы в лаптях, значит, ходили. Все дома настоящие, зажиточные дома. И дворец Бериндеев, значит, с наблюдательными вышками, на которых ушкуйники стояли, значит, с копьями. И лыковые у них броня из лыка была. Всё это. У нас была удивительная художница по костюму Нина Холмова. Вот все регалии, палку Бериндееву царскую, мои, вот у меня сумочка такая из кожи сшитая была, с деревянными пуговками. Это она всё сделала своими руками. Удивительно увлечённый человек. Кресло сделали из пня, на котором царь Бериндеева седал. В общем, всё это натуральные, натуральные материалы и художественные творчества, и фантазии создателей, и художника по декорациям, и вот Нина Холмова, которая сшила же сотни, сотни платьев, костюмов того времени. И очень многие были сделаны индивидуальные просто. Индивидуально сделаны. Самая большая проблема была в массовке. Мы забрались в Глухомань. И чтобы у нас, когда были массовые сцены, набрать людей. Мы, значит, ехали в Кинишму, в Кострому, в Техникуму. И молодёжь, значит, там набирали молодых парней и девушек, которые с удовольствием, конечно, снимались в этой картине. Герои были подобраны очень интересные. Снегурочка играла Женя Филонова, артистка театра Гоголя, совсем молоденькая. У Паву играла Ирина Губанова, известная актриса, следом фильма. Мизгиря играл Борис Химичев. Это его была первая роль в кино. Борис очень фактурный, большой, мужественный вид у него такой. Вот, ну, он такого и играл. Ну, он театральный актёр, он играл широко, значит, крупными мазками, да. Вот, и очень тоже страстная натура. Он артист очень хороший, он может всё это передать. И Павел Петрович его даже сдерживал, немножко сдерживал всё время. Его темперамент топил, получился внутренний темперамент. Это гораздо лучше, чем внешний показной темперамент. Так что, к сожалению, Павел Петрович ушёл из жизни. К сожалению, ушли из жизни две мои партнёрши. И Женя Филонов очень рано. И вот не так давно довелось проводить в последний путь мою Купаву, Иру Губанову. Она была хороша. Ей только исполнилось 60 лет всего-то. Обидно. После этого ничего такого высоко духовного и морального, скажем так, я не встречал на экране. Ни великой любви, ни настоящих чувств. Вот об этом приходится только сожалеть. Хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...